Ретроспектива творчества. Наталья Демьяненко представила на суд зрителей свои лучшие акварельные работы, созданные за два десятилетия творчества. Хотя художников в Иванове хорошо знают и выставки проходили на многих площадках, именно в художественном музее вернисаж состоялся впервые. Чистая акварель, без примесей. Это не смешанная техника. Это просто хорошая акварельная бумага. Может, не совсем хорошая. Бумага – это всегда преодоление материала. И акварель. И для меня это все. Как я не пыталась писать маслом или чем-то другим, пишу я все равно только акварельную. В экспозиции представлены яркие цветочные композиции, пейзажи. Часть работ посвящена славянской мифологии. В центре внимания – женские образы. В последней работе «Вечная весна» Наталья Демьяненко постаралась отразить все ипостаси женщины – от берегини до ведьмы. Смотреть. Здесь и хороводы. Девушки в семик завивают листья у берез, ветки у берез. Здесь инициация девочки с девушкой к умованию. Здесь и русалка на ветвях. Пушкина русалка всегда на ветвях. Здесь и фараонка. Это образ русалки, который мы взяли из других эпосов и переработали. Она у меня здесь в виде куклы. Оглядываясь на начало творческого пути, Наталья рассказывает, годами в ее акварелях стало больше свободы и некой условности, но при этом осталась тонкая проработка. Акварель у Наташи очень филигранная, тончайшая, изысканная. Ощущение, что водил кистью ангел, что это не руками сделано. Потому что тончайшая техника лессировочная, изумительная тонкость, вплавление цвета в цвет. Сами сюжеты удивительные совершенно. Вот эти вибрации тончайшие, подсветки. Мы видим, как из-под одного цвета другой высвечивается. Наталья Владимировна, она чудесный акварелист. И я слежу за ее творчеством. Вот сегодня персональная выставка, и это просто чудо. Вы знаете, окунаешься в эту сказку. Конечно, акварель – это очень тонкая и трудная техника. И не всем она подвластна. Но Наталья Владимировна получается очень хорошо. И поэтому, знаете, это просто праздник. Акварель – техника крайне сложная. Ее называют непослушной, капризной, непредсказуемой. Но Наталье Демьяненко удалось совладать с этой техникой. Приходите в музей и убедитесь сами. Экспозиция будет работать до 18 ноября. Любовь по чернику, Антон Осипов, РТВ Иваново.